Привет, друзья! Поступил довольно простой и понятный вопрос. Когда можно врать и когда не нужно этого делать? Общался я с одной хорошей девушкой, она спрашивала о себе, о ребенке, разное. И я сказал такую фразу, жить нужно по правде, но зачастую, когда людям нужно высказать правду о них самих, нужно смягчать ее, чтобы не ранить их чувства. Это хорошо, надо так делать. Формулировки важны. И эта девушка у меня спросила, а как же быть на работе, допустим, иногда, такой коллектив со своими какими-то странностями, ну там если скажешь человеку правду, хоть мягко, хоть не мягко, обидятся, затаят что-то, испортится рабочая атмосфера. И мне пришлось уточнить, что да, не абсолютно во всех случаях нужно обязательно только правду говорить. Иногда, да, можно ради сохранения хорошей атмосферы на работе, чтобы потом не сойти с ума, чтобы тебя не съели, не выжили, можно приврать или что-то соврать, не очень значительное. И я сказал, что это подчиняется одной такой большой единой целостной системе, знания какого-то, но это слишком, ну по переписке не получится это объяснить. Так вот, записываю видео. Ребят, по идее, чтобы вы как-то нормально жили и знали, зачем вы просыпаетесь, у вас должен быть некий проект в жизни, некая цель. Кто-то выстраивает проект так, чтобы хватило насовсем, а кто-то живет от достижения к достижению. То есть, например, кто-то, я как-то делал об этом пост, кого-то спасает ипотека. То есть, есть какой-то проект, знаете, это обычно выглядит так, есть некая пирамидка такая, пирамидка, которая состоит из разных вот таких элементов, которые все между собой там как-то по каким-то законам срощены. То есть, вот есть какая-то конечная цель, возможно, она промежуточная, не на всю жизнь, вот выплатить ипотеку, да, обозначим это буквой И, выплатить ипотеку. Для этого нужно работать на работе, вот, пожалуйста, для этого нужно, то есть работа, да, для этого нужно не болеть особо много, следить за своим здоровьем, да, то есть там здоровье. И там уже более мелкие какие-то задачи. Раз здоровье, то это значит, нужно какие-то конкретные мероприятия проводить, конкретно чего-то где-то избегать, где-то физкультурой заниматься, где-то лекарства принимать, где-то прививаться, где-то еще там по работе тоже свои заморочки. И в рамках этого проекта человек живет. Бывают, ну, в общем, разные проекты. У меня, допустим, этот проект расписан, ну, он такой на несколько тысяч лет, наверное. То есть, в течение своей жизни я никак не успею это сделать. То есть, у меня здесь вместо выплаты ипотеки, кстати, нет, все-таки перебиваю сам себя постоянно, извините. Кстати, я делал пост о том, что ипотека часто для людей, у кого существование бесцельное, и они мытарствовали и не знали вообще, куда себя деть. Ипотека является спасением. Они начинают ее, ну, как бы вот ее нужно выплачивать. И человек, все, у него смысл появляется. Вот этот самый проект. И он живет, думает, ну, меня же выселят, если я не выплачу, а дети подрастают. И все, он живет, и у него 20-25 лет теперь мысли об этом. Надо ее выплачивать. То есть, может, хотелось бы чего-то более высокого, но, в принципе, ладно, пока, ну, хотя бы ее плачу, и хоть какой-то смысл жизни есть. Очень интересный такой, очень интересный социальный такой эффект, что ли, психологический эффект у ипотеки. Вот, то есть, у меня проект, чтобы люди освоили всю вселенную и изучили. Изучили и поняли, откуда все произошло, откуда мы возникли, есть ли Бог, разумен ли континуум, где там, есть ли предел элементарных частиц, есть ли большие вселенные, не является ли это все симуляцией и так далее. То есть, вот конечная цель. Для этого нужно, чтобы человечество работало в тесной кооперации друг с другом. То есть, для этого нужно войны остановить и так далее. Ну, то есть, не буду останавливаться на этом, но главное, что проект очень большой. И когда вы выбираете, как себя вести в той или иной ситуации, то вы должны это делать именно в соответствии со своим проектом. То есть, у кого-то, вот есть, например, такие люди, назовем, ну, назову такого человека глупенький хомячок. Давайте так вот, глупенький хомячок. И у него тоже есть свой проект. И этот проект заключается в том, чтобы себе нанести в норку побольше зернышек и все, вот сиюминутно все под себя тащить. Куда ты попал на работу, там надо воровать. Если попал в государственный аппарат, надо тоже тут воровать. Если наворовал миллион, надо воровать миллиард. Если наворовал миллиард, надо сто миллиардов. Надо быть самым богатым. Надо страны под себя подмять. Зачем? Да, в принципе, незачем. У человека нет никаких созидательных идей. Он не может взять, построить, ну, не знаю, благодетельствовать целый регион. Там, да, везде дороги построить, детские площадки, систему образования какую-то. Создать что-то такое, ну, какой-то интересный мир для людей, чтобы люди счастливы были, чтобы радость какая-то была. Чтобы они его искренне уважали и ценили. Человек не знает такого. Ну, он просто умеет тащить под себя все. Воровать и все грести под себя. Вот такой глупенький хомячок. И в рамках этого проекта, в рамках все стащить себе в норку, то есть норка, да, я вот N поставлю. Норка. У него, его норка, чтобы в нее все сгрести и себе за щеки тоже сложить всякие вот зернышки. У него вот это главный приоритет. И для этого он будет, получается, все, что плохо лежит, он схватил, своровал. И у него потом спрашивают, это ты брал? И он говорит, нет, я не брал. Я не брал. Может быть, кто-то другой брал? А я не брал. Может быть, это Вася взял? А я не брал. Я не беру. Я никогда не беру. Я ничего не брал. Это все неправда. Вы ничего не докажете. Ну, такой вот глупенький хомячок. Когда же человек более разумный, напоминает немножко Homo sapiens, да, то есть биологический вид наш называется, человек разумный на латыни. Так вот, такой человек понимает, что все-таки социальные связи нужны, потому что это, ну, позволит тебе, ну, почему говорят, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Ты можешь натащить под себя 100 рублей и у всех утащить из карманов. А тебя все не любят, еще и по башке стукнут. А вот если ты людям нравишься, если тебя все любят, то ты от голода будешь помирать, тебя накормят, будешь с края на обрыве висеть над пропастью, тебя вытащат, еще и всем селом придут вытаскивать, как репку. То есть всем ты нужен, да, то есть социальные связи в долгосрочной перспективе гораздо важнее, чем под себя натащить. Поэтому у такого человека, он уже не глупенький хомячок, у него уже какой-то более адекватный проект. И в рамках этого проекта он знает, что если вот здесь всем лгать, всем лгать во всяких ситуациях, во всех этих, на работе, вот, или там, когда здоровьем своим занимаешься, врачу пошел, соврал, чтобы лекарства более дешевые выписали. Более умный человек, уже не хомячок, а нормальный человек, он понимает, что так не работает в долгосрочной перспективе. Поэтому нужно говорить правду и, получается, ну, в основном, чтобы работали социальные связи, нужно все-таки говорить правду в долгосрочной перспективе, нужно говорить правду. Но действительно бывают ситуации, такие вот, как коллектив на работе, который ничего с ним не сделаешь, там уже люди такие, какие они есть, не получается как-то их переделать, и они, возможно, какие-то со своими комплексами, там, с какими-то обидами. И вот в таких ситуациях нужно всегда остановиться и задуматься, в чем ваш проект, чего вы хотите достичь. Вот есть какая-то ситуация, ну, не знаю, вот у друга, девушка, она ему изменила, и вот говорить ему или не говорить, нужно подумать, в чем ваш проект. Вы, допустим, знаете, что этот друг будет очень сильно страдать, если узнает, что она ему изменила. Но при этом он очень хотел бы знать такие вещи, и его сердце будет разбито еще гораздо сильнее, если он потом узнает, что это было очень давно, ну, то есть давным-давно это уже было, и вы это знали, и ему не сказали, а он жил такой счастливый, а это все был обман. И то есть это разобьет ему сердце, вы очень сильно об этом догадываетесь, что это так и будет, и вы понимаете, что, видимо, он хотел бы, чтобы вы ему это рассказали. Вы хотите добра своему другу, то есть вы настроены на какое-то добро. О, у вас вот здесь вот в проекте стоит, ну, какое-то добро, да, поставлю букву D, то есть вы хотите быть хорошим человеком, нести вокруг себя какое-то добро. Допустим, а может, не важно, может, вам этот просто человек, может, он вам и не особо друг, но для чего-то нужен. И вы думаете, в рамках этого, получается, чтобы достичь своей какой-то цели, я, получается, скажу ему правду. А где-то, получается, человек, ну, не знаю, есть, допустим, какой-то друг, который очень сильно не уверен в себе, он очень сильно комплексует, нервничает, и из-за этого у него не срасталось с личной жизнью, в принципе, до этого. А теперь, наконец-то, ну, вроде бы как он понравился какой-то девушке, но он очень сильно волнуется, и он идет к ней на свидание, и выбрал не очень рубашку с каким-то воротником, который обычно, ну, как-то нелепо выглядит, людям не очень нравится, а он переживает, чтобы он именно образцовое впечатление сложил. Вы смотрите на это, но вы знаете, что он уже спешит, опаздывает, у него нет другой рубашки, а девушка порядочная, и на такие пустяки не будет обращать внимания. Но друг спрашивает вас, с твоей точки зрения я выгляжу идеально или не идеально, оптимально или нет, выгляжу ли я очень хорошо, выгляжу ли я суперкруто, и вы чувствуете, что он выглядит не суперкруто, что у него какой-то, ну, некрасивый, несуразный ворот. Но вы знаете, достоверно знаете, вы близко общаетесь и давно, вы знаете, что нет способов, чтобы он сейчас переоделся, чтобы у него была другая рубашка. А девушке это все будет нормально, она нормальная, ей будет нормально. И что ему сказать? Сказать, нет, ты знаешь, вообще-то это не очень, это лоховской ворот, лоховская рубашка, и как он будет себя чувствовать? Вы представляете, как он будет, то есть он нарисует проблему там, где ее нет, для него это будет трагедия, он будет застенчивый, он будет страшно нервничать, он весь сгорит нервами, пока только доберется до этого свидания. Поэтому в рамках выполнения того же самого добра, здесь вы не правду говорите, а лжете. Просто это ложь, которая не ущерб несет, а наоборот, служит добру. То есть, если подходить к миру, кстати, хороший термин такой мне попался, я раньше его не встречал, бинарная логика. Бинарная, это значит двоичная, то есть всего два каких-то положения, черная и белая, да и нет. Поскольку наш мир многогранен, в нем много всяких оттенков и красок, образно говоря, то бинарная логика неэффективна, мир не делится на черное и белое. И так очень неэффективно мыслить. Так вот, если человек мыслит бинарно, логика у него бинарная, то он думает так, ну врать это либо хорошо, либо плохо. Вот если мне сказали, что врать это плохо, все, это плохо. И не убеждайте меня, что где-то это хорошо, это или так, или так. Все, одно из двух. А на самом деле, вы эффективны, когда выполняете какой-то свой проект. К сожалению, у каких-то людей это может быть и нехороший проект. Например, у какой-нибудь падшей женщины есть проект раскрутить мужчину на деньги. Но да, в рамках вот этого своего проекта, она где-то, ну чтобы у нее получалось, она где-то должна говорить правду, то как есть. А где-то, чтобы у нее продолжал получаться этот проект, она должна говорить неправду. Так вот, ребят, я призываю вас к тому, чтобы вы не мыслили примитивно, вот так бинарно, что, мол, скажите мне, врать это или плохо, или хорошо, и все. И знать больше ничего не знаю, ведать больше ничего не ведаю, врать это плохо, и все, нельзя врать, нельзя врать, нельзя врать. Где-то же это было, где-то это было, да про этого, про Неда Старка в «Игре престолов». Даже мемы были такие, что, ну, у него такая упоротая логика, что на него там комикс такой сделали, что типа собираются, в Гарри Поттере собираются этого мочить там, который там самый главный злодей. И там герои договариваются, давайте мы его отвлечем, а ты там сделаешь такой маневр и убьешь его. И Нед Старк такой стоит из «Игры престолов», там вместе с ними, в сказке про Гарри Поттера, и говорит, то есть вы имеете в виду, что нужно будет действовать у него за спиной? И, ну да, как бы в этом заключается идея. И он говорит, но это же будет нечестно. И там, по-моему, этот, кто же там на него? Гэндальф, по-моему, там и Гэндальф, по-моему, или там Дамблдор, я уже забыл полностью, как комикс выглядит, но поворачивается на него. И там написано на английском «Are you completely fucking stupid?» То есть ты нахрен вообще полностью на голову ударенный. Типа, ну, война, нужно победить врага, но это же будет нечестно, типа за спиной у него. Так вот, ребят, у Неда Старка, у него была вот такая очень тупая логика. То есть врать и действовать за спиной, это или хорошо, или нехорошо. Если у кого-то были тоже такие представления, я избавляю вас от этого, дети мои, аминь. И действуйте просто в рамках проекта. При этом я призываю вас, чтобы в проекте вашем вверху как можно чаще стояла буковка «Д», чтобы вы добро несли миру. И если вы несете миру какое-то добро и созидание, то тогда в рамках вот этого добра, чтобы добра стало больше, если где-то нужно сказать правду, говорите правду, если где-то нужно сказать неправду, говорите неправду. Только убедитесь, пожалуйста, что действительно гораздо больше будет добра. Что вот именно добро будет, а не вам показалось, как бы на самом деле человек потом будет расстроен. И вы подумали, а, мне же там сказали, это не важно, главное там, главное проект выполнить, и вы можете расслабиться и наговорить, чего попало. Но главное, что нужно говорить то, что помогает выполнить цель, проект, а не зацикливаться на том, правда это или ложь. Главное, чтобы буковка «Д» стояла, чтобы мир превращался в более такой любвеобильный, гармоничный, экологичный, спокойный, бесконфликтный. И чтобы мы были потом, как в кино показывают, вот эти разумные сверхцивилизации какие-то инопланетные в других галактиках, которые все, они просто уже такие живут размеренные, спокойные и занимаются какими-то такими великими делами. У них огромные возможности, но они не кичатся этим. Они вот в космосе там постепенно такую мирную экспансию проводят, там изучают все как устроено. Вот я тоже хочу, чтобы так было. И в рамках этого, если где-то нужно сказать безобидную неправду, без проблем говорите. С вами был Торвальд. Пока.